приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поставить лайк и оставьте комментарий доброе утро мои хорошие доброе утро мои дорогие у нас именно утро и я надеюсь добрая последний мой чайок и идем на улицу поливать цветочки я уже кстати допила свою практически чашку здесь уже немножко осталось у нас очень жарко то есть сейчас вот пол девятого утра смотрите вот вам покажу чтобы видно пока я тут побегала туда-сюда уже уже по 9 утра ну жара такая неимоверная то ли ли дожди вообще без без остановки каждый день по три-четыре раза лили дожди то сейчас у нас какая-то бешеная жара то есть я вам скажу для примера жара 35 градусов то есть в это время в конце осени да это вообще ну вот практически конец осени уже вот зима будет на носу да ну наша индийская зима такого вообще в индии не бывает я не знаю в эту в это в этом году погода вообще какая-то аномальная просто какая-то не нормальная там у меня уже варится горох буду из него что-то сегодня готовить а пока чтобы не терять время полью цветочки смотрите вчера приходили бебезьяны как всегда мне все обосрали обоссали видите это все выметать отсюда моя помощница не не любит убирать ничьи какашки она нервничает я просто нервничает когда вот это сейчас я это все шлангом уберу вчера спустила елки сверху свои засохшие умершие вот они пустые пустые горшки не знаю что туда посадить деревья садить точно я не хочу смотрите здесь тоже у нас видеть здесь тоже у нас какашки какашки как надоели эти обезьяны уже ей богу идут по насырают по насырают они тут сидят вы представляете они никуда и не уходили кошмар они видно тут и ночевали ночью эти они как у них такой песк лавый голос эти деревья везде шевелятся ветки вот они там и прыгают на сегодня им настоящий бой устрою если они опять сюда на мой дом попытаются прыгнуть я им устрою настоящий было на визу висят их хвосты видите на хвостах как качаются ой ну прикольно вообще я не знаю вы видите или нет но я хорошо вижу ладно никогда мне на них смотреть надо поливать цветы расширь у меня пока еще спит кстати сегодня вообще всю ночь не спал и мама позвонила у него там живот болел он бегал туда-сюда потом со своим со своим ожогом тоже в общем у него проблемы вчера ему оборвали немножко кожу на его ожоги и общем из-за этого у него страшная просто дикая боль вот кстати многие люди спрашивают меня почему ты вот именно душиком поливаешь ты поливаешь или моешь я и поливаю и мою потому что цветочки мы тоже надо вот их все лепесточки в индии же очень пыльно поэтому пыль очень быстро собирается нужно поливать не только цветы то есть смысле землю корни но еще и обмывать их конечно чтобы им было свежо чтобы им воздух тоже хорошо чтобы они и и в общем общем таким образом я это делаю я вам должна сказать что жара неимоверная потому что я просто даже могу определить по цветам цветы нужно поливать каждый день обычно если не жарко я поливаю раз в три дня вот так в четыре дня да вот в последнее время а то я смотрю что вот прям мне приходится поливать цветы прям вот каждый каждый день то есть я если день не поливаю они просто вот сохнуть вы не поверите я поливала позавчера вчера не поливала вчера я вечером пришла домой смотрю а мой авокадо просто вот он уши повесил поэтому я взяла его просто из кувшина полила вот представьте насколько жарко то есть земля как быстро сохнет поэтому сейчас я буду их каждый день поливать некоторые конечно цветы у меня погибли пока я здесь была занята со своими другими делами некоторые цветы у меня просто погибли то кто у нас помарет я кстати есть как раз руки надо покормить корову меня есть вчерашние руки сейчас посмотрим кто там кто там кричит кто там кричит о это мой бычок который всегда у меня просит он кушает но иди сюда покормлю тебя иди сюда подходи красавец сейчас я выключу воду покормлю его жалко мне он хоть и бычок положено в индии кормить коров понимаете вот этих бычков их никто не кормит потому что корова считается матерью богиней сейчас у меня тут осталось кстати немного но я всегда всегда делаю про запас ну где ты там куда ты делся где ты там иди сюда иди сюда на на давай подходи быстрее тут и бебезьяны ой 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 господи вы видели кошмар здоровый же такой бычара он очень большой и вот это вот это тебе как быки которые рождаются их потом никто не кормит мне не не дорогой все 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 их никто не хочет кормить их просто берут фермеры и отпускают потому что видите какой он здоровый его кормить надо он ест за троих коров молока не дает толку от него никакого поэтому таким образом их и выгоняют из дома пусть ходят дескать сами кормятся а кормить их никто не будет потому что быков первые роти иди 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 все 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 дорогу сейчас я его водой оболью если если он по-хорошему не уйдет потому что опасно это дело увидеть они голодные они прям прям на тебя прыгают и могут просто поранить случайно случайно конечно не специально конечно же они не хотят причинить никакого зла но такая такая большая на тебя такой бычок если прыгнет сами понимаете все но я дальше занимаюсь своими делами так сейчас надо будет мыть весь двор ванище стоит после этих какашек конечно ужасно вот такую картину вы встретите абсолютно в каждом индийском доме это называется кукар на хинди то есть скороварка кстати это мое новое последнее приобретение буквально неделю назад взяла это скороварка из стали стальная я меняю постепенно всю посуду на остальную сейчас все очень против именно алюминиевой посуды и какой-либо другой ну говорят или вот чугунная или тогда стальная поэтому решила купить вот такой вот вот такую вот скороварку еще я купила сковородку почему я говорю что в каждом индийском доме потому что обязательно варится вот этот дал чечевичная похлебка которую мы едим именно с рисом индийцы едят рис каждый день и с рисом они едят похлебку ну и конечно же сейчас будем делать руки руки у меня будут чапати из цельнозерновой муки у меня остался вчерашний дал дал вот этот чечевичная похлебка почему-то раджешу не зашла из нее я и сделаю чапати то есть на получается на вот этой чечевицы я и замешу тесто будет такое вот полезное тесто я думаю сделаю парата потому что парата очень вкусные бывают именно из вот такого теста хотела еще сказать вам один момент многие мне там пишут что у тебя просто стерильная кухня ты наверно специально убираешь для того чтобы показывать нам кухню и потом только снимаешь на кухне нет это все неправда это все враги я не боюсь показывать свою кухню также как я не боюсь показывать себя в любом виде вот я щас с утра такая вот утренняя у меня красота значит такие есть я абсолютно по этому поводу не парюсь смотрите сейчас у меня газ весь полностью забрызганный в каплях потому что когда ты готовишь именно индийскую еду вот этот горох чечевица она брызгает во все стороны поэтому потом когда я приготовлю я полностью мою и все вот эти плитку да и и газовую плиту и здесь полностью столы поэтому это нормально видите как она брызгает поэтому приходится мыть все хорошо прямо прямо основательно но утром конечно у меня на кухне полнейший раскордак я же вам снимала вот сейчас зашла вы видели все везде стоит я все вот по доставала то есть сейчас я еще даже не готовила еду сейчас я начну все готовить то есть у меня на кухне будет вот все так потом я один раз все уберу раз и на целый день я не говорю что я на кухню больше не зайду конечно мы дополнительно что-то готовим но основную уборку я делаю за один раз то есть мне главное отварить вот это вот вот эти вот гороховые до чечевицу все после этого уже после этого в общем хуже уже не будет хуже в том плане что она именно брызгает брызг брызг очень много просто сегодня мы пришли в очередной бра раз брать рис и расскажу вам похоже как мы это делаем коробки здесь тоже стоят хотелось показать вам пункт пункта по раздачи риса вот этого для бедных то что я уже не раз рассказывала что бедным дают такую вот помощь без меня этот рис не дают потому что этот рис на моё имя там нужны вот отпечатки подпись и так далее то есть все очень строго но свой рис я отдаю своим помощником вот он сын моей помощницы он стоял в очереди дождался своей очереди а потом я прихожу получается просто даю свой отпечаток даю вот эту вот свою книжечку коробка ты отойдешь я тебя боюсь видите вот таким образом вот таким образом это все делается отпечатки он ставит номер он ставит дату книжечки кстати тоже все разноцветные в зависимости от касты даже вот книжки даже книжки разные зависимости от касты вот эти вот которые красные это вот самая маленькая каста им дается что-то больше от государства мне вот это вот моя книжка мне дается только рис и все вот сейчас он забивает мои данные и после этого я поставлю свой отпечаток и дадут 35 килограмма риса то есть это дается 35 килограмм в месяц в месяц на меня одну а я получаются отдаю своей помощнице как в помощь аликс того сон поди гуды дом или кизятую умерябина литара я говорю книжечку дай то что это книжечка как документ считает спрашивает прошлом месяце ты не пришла говорю я же этим рисом не пользуюсь пользуются мои помощники сколько им надо столько они берут то есть если я не пришла в прошлом месяце они могут взять этот раз допустим 70 килограмм риса за один раз то есть ты можешь как накапливать этот рис можешь взять деньгами но я не беру не деньгами не рисом я отдаю им получается посмотрите какая у нас жара это ужас просто какой-то я несмотря на то что я приехала на машине но здесь нужно стоять получается на открытом солнце поэтому я замоталась в платок это ужас какая жара просто это невероятно вот этот момент именно мне очень не нравится то что государство индии очень сильно контролирует этот вопрос то есть рис дают только в те руки кому принадлежит этот рис то есть без меня они не могут получить ни одного килограмма то есть если меня допустим здесь не будет в городе допустим если я куда-то уеду там да или мне будет некогда он приходил тоже позавчера но в принципе они и отказали они сказали что сегодня мы не дадим рис дадим послезавтра бывают у них заканчивается просто рис и в общем пока я не приду пока я не поставлю вот этот отпечаток им не дадут ни ни одного килограмма не полкилограмма и получается что мне нужно бросать все и и ехать как бы раньше я ездила на скутере вообще у меня не было машины теперь у меня есть хоть машина слава богу потому что на скутере ехать это я вам должна сказать это очень-очень сильно жарко по солнцу то есть это как бы в нашем районе но но это не рядом то есть это все равно как бы далековастенько минут десять ехать на машине и кстати вот еще вот вопросы постоянно мне задают да там говорят о том что ой что ты там даешь рис разве это помощь много как это не помощь им допустим риса нету никакого вообще моя сад на моя помощница она из другого штата в этом в этом штате у нее нет никаких документов и никакого риса ей не положено не еще там и потеряли документы в их ней деревне они пытались эти документы восстановить но что-то их там не знаю мне кажется эту карточку просто кто-то просто их обманули понимаете и сделают спекуляции на на этом рисе это же деньги я же допустим если я если я допустим никому не хочу отдавать этот рис и сама ним не пользуюсь этот рис накапливается я могу за год взять деньги ну а в принципе для небогатых людей это деньги понимаете поэтому делаются какие-то я думаю на этом спекуляции в общем риса ей не светит не только риса и всего остального то что обычно вот дают для бедняков но мне этот рис получается не нужен вы не думаете что каждый каждый индейец отдает рис допустим беднякам в подарок не думайте так индейцы едят этот рис сами потому что индейцы едят вообще рис каждый день и три раза в день им этот рис нужен самим поэтому они никому никому не будут просто вот так вот дарить понимаете это я делаю просто потому что ну я не знаю Как вам сказать, скажу по доброте душевной, опять потом начинают хейтеры мне писать, что не такая уж ты и добрая, не так уж ты и помогаешь. Хотя это считается именно помогать. Это считается помогать. Я могу давать этот рис, я могу его себе оставить, деньги взять, это мои проблемы. Кроме того, мой рис, мой рис, он не бесплатный, он стоит денег, понимаете, он стоит денег. Допустим, как для бедняков, там вообще стоит копейку, чисто символическая цена. У меня мой рис стоит денег. Конечно, это тоже недорого, потому что это как считается помощь от государства, но все равно он стоит денег. Поэтому эти деньги я включила в зарплату моей помощницы, чтобы не давать ей каждый раз. То есть если вот как она в прошлом месяце, допустим, не пришла, вообще не захотела брать рис, как вот сказал человек, который на пункте сидит, эти деньги она оставила себе. Она не взяла рис, но эти деньги остались ей, я не высчитываю их зарплаты. Я просто сказала, пусть эти деньги будут в твоей зарплате, когда хочешь, иди бери рис, потому что каждый раз, в общем, вот это все считать, там получается просто как сумма такая не целая, понимаете, с копейками. И каждый раз у меня мелочи нету, у них там тоже сдачи нету, поэтому я решила включить это все в ее зарплату. Я говорю, бери, не бери, то есть я не буду у тебя спрашивать эти деньги. То есть если у нее, допустим, остались эти 500 рупий, да, они у нее просто остались, я не высчитываю все ее зарплаты. Поэтому все равно я считаю, что это помощь, понимаете, это лишняя денежка, это лишняя помощь, допустим, для них. Допустим, еще недавно что-то там они пересчитывали, вот эти карточки переписывали, и 2-3 месяца они вообще никому не выдавали риса. Но я вам должна сказать, что для моей помощницы это был тяжелый период, потому что она говорила о том, что если покупать в магазине, допустим, рис, это стоит в 3 дорого, понимаете. То есть если мой рис стоит, допустим, 1 копейку, то в магазине рис будет стоить 35, 40, 50 рупий килограмм. А они же едят риса много, она говорит, мы едим рис 3 раза в день, 3 раза в день, понимаете. У них на день уходит там что-то 1,5 килограмма риса, представьте себе. То есть для нее это как бы бьет, для нее это бьет по карману, понимаете. Поэтому это я говорю к тому, что вы там мне говорите о том, что вот помощь, не помощь, там то, все. Конечно же это помощь, конечно же это помощь. Так, трактор, куда он едет? Такой огромный экскаватор. Конечно же это помощь с моей стороны, но я даю ей только одну, потому что она у меня одна работает, у меня единственная помощница, единственная помощница в доме, поэтому я отдаю, допустим, ей. Если бы было 2 помощницы, допустим, я бы разделяла на двоих и тоже как бы давала. Но я бы, конечно, хотела еще помогать людям, то есть я бы могла этот рис разделить, допустим, на десятерых человек там, да, и пойти просто раздать беднякам. Но теперь, теперь, уже когда я столько лет отдаю ей, то есть она уже работает у меня 7 лет, и я отдаю ей полный рис, я не могу у нее отнять этот рис. Сейчас я вот ей приду и скажу, так, садно, все, закончилась лафа, теперь ты будешь получать только 2 килограмма риса, остальной рис я разделю и раздам бедным. Понимаете, это будет уже как будто бы я отнимаю у нее кусок хлеба, поэтому этого я сделать не могу. Вот сколько мне дает государство, столько я ей полностью, в общем, и отдаю, это как моя помощь. Но больше, по моей карточке, больше они ничего не получают. А вот хотела еще рассказать вам, что получают бедняки от государства, от индийского. Именно бедняки по ихним вот этим вот красным карточкам, да, вот эти вот низкие касты, они получают масло, сахар, топленое масло, получают обычное подсолнечное масло, потом получают горчичное масло, муку получают, ну и рис получают. Все-таки это немало, то есть это провиант все-таки на целый месяц. Так что вот так вот, еще раз, в трехсотый раз вам объясняю все и, в общем, в подробностях вам все рассказала, потому что вопросы, вопросы не заканчиваются и каждый раз мне говорят о том, что вот там, как ты помогаешь, как ты не помогаешь, не знаю, люди, по всей видимости, может быть, смотрят шоты, не видели полного видео и бесконечно пишут мне, в общем, такие вопросы. Еще, конечно же, в будущем я планирую еще помогать больше бедным, хотя я и так, в принципе, помогаю, если вот люди приходят под дом, просят деньги, я даю деньги, даю иногда продукты, в общем, все, что у меня есть в доме, я как бы помогаю. Но меня заинтересовало одно видео на канале моей подруги и там вот была очень такая бедная школа в деревне, и я планирую туда съездить, потому что действительно школа очень бедная, им нужна помощь, поэтому я еще, когда начинала свой канал, я думала о том, что я обязательно буду помогать людям, обязательно буду помогать людям, но я буду помогать действительно тем, кто нуждается в этом, то есть не просто дать кому-то деньги, вот приходят под двор, знаете, такие люди денег просят просто с какой-то бумажкой непонятной. Вот недавно приходил тоже человек, я пришел из школы, я не дала ему ни копейку, потому что я не верю. Таких печатей и таких бумажек, понимаете, то, что там написано на индийском, это все, в общем, это все ерунда, и я в это во все не верю. Я поеду конкретно в школу, и я хочу туда что-то повезти, оставить деньги, допустим, донат какой-то, повезти какую-то, может быть, одежду, продукты, что-то, то есть я хочу помогать конкретно, видеть, что я помогаю. А то, что вот приходят люди, там просят с протянутой рукой, да, дай нам деньги, мы то из одной школы, то из другого какого-то ашрама, в это я не верю. Мы, наша семья, вообще изначально очень занимаемся много благотворительностью, и если мы хотим, допустим, конкретно кому-то помочь, то мы едем в ашрам, в приют, да, и мы туда что-то конкретно покупаем. Еще много лет, правда, до этого я помогала, у нас был здесь один детский приют, именно детки, и я им очень много помогала. Я постоянно туда ездила, провиантом, в общем, ну, вернее, не я помогала, наша семья, я не хочу говорить только я. Мы и провиантом помогали, продукты, рис, муку, потом мы купили стиральную машину, чтобы вещи стирали, потом мы купили им телевизор, мы купили, тогда еще были вот эти видеомагнитофоны, потому что они сказали, что для обучения детей, в общем, тоже им смотреть мультики, какие-то фильмы. В общем, я не помню, какие-то одеяла покупали, вот что-то, в общем, вот таким образом, вот таким образом я хочу помогать людям, но не просто давать деньги, потому что, если честно, я не верю, что эти люди действительно приходят из каких-то приютов, допустим, что эти деньги пойдут туда, куда надо, поэтому, ну, это вот, я предпочитаю помогать так, то есть я предпочитаю видеть того человека, которому я помогаю. Я предпочитаю, допустим, мне важно знать, что эти деньги действительно пойдут в помощь людям. Ну, все, мои хорошие, буду с вами прощаться, потому что я прям вот все бросила и поехала. Сейчас вот мне мужа нужно будет помочь ему помыться, потому что сам он никак не может, эта повязка, в общем, заливается водой, поэтому я ему помогаю. Я сейчас вот еще до сих пор не приготовила всю еду, поэтому, в общем, спешу, спешу. Так что бегу я заниматься дальше своими делами, мои хорошие. Вот такое у нас сегодня индийское утро. Спасибо вам большое за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok